Всем привет! Меня зовут доктор Атабеков, это канал На Пульсе. Я создал такой короткий цикл по самым-самым распространенным кожным образованиям. Это плейлист с очень короткими видео. Это те заболевания, которые можно встретить очень часто у себя или у родственников. Это кожный рог или акрохардон, это сиборейный кератоз, это витилиго, участки белые на коже, это бородавки или папилломы, связанные с вирусом папилломы человека. Это солнечное лентиго, это эпидермоидная киста, то есть связанная с сальной железой. И отдельно расскажу о родинках и об опасных признаках. Повторюсь, все эти видео очень легко найти в отдельном плейлисте по кожным заболеваниям. И сегодня у нас тема сиборейный кератоз. Поехали! Сиборейный кератоз Сиборейный кератоз – это доброкачественное заболевание, доброкачественное разрастание незрелых кератиноцитов. Это клетки, которые составляют наружный слой кожи, собственно говоря, образуют наружный слой кожи. Больше характерно это заболевание для людей старше 50 лет и есть некоторая генетическая предрасположенность. То есть если у кого-то там из родителей, у бабушки, у дедушки много сиборейных кератон, то очень может быть, что у кого-то из детей, внуков тоже он будет. Обычно никаких проблем они не представляют, в основном это только косметический дефект, но если их травмировать резинкой, то они могут и зудеть, и подкравливать, и чесаться. Дальше посмотрите, если сразу много, нужно обратиться к врачу. Почему? Есть такой симптом. Когда все было хорошо, и тут бах, высыпало очень много сиборейных кератон. Может быть, конечно, и ничего страшного, но такое бывает и при развитии некоторых онкологических заболеваний. Особенно это касается желудочно-кишечного тракта. Поэтому, если у кого вдруг это случилось, не дай бог, марш быстро к доктору. Кстати, на фоне лечения, на фоне химиотерапии онкологических пациентов, при получении некоторых химиопрепаратов, они могут воспаляться. Вдруг, если одна, очень большая, быстро растет, быстро меняется, сформировалась язва, нужно срочно обращаться к врачу для диагностики, для биопсии. По лечению обычно их можно просто наблюдать и вообще не заморачиваться. Но если это косметический дефект, то их можно удалять. Как их удалять? Просто скальпелем, можно удалять электроножом, можно использовать криодеструкцию, то есть холодными температурами. И это все делается под обычной местной анестезией. Поэтому, дорогие друзья, ничего страшного сиборейном кератозе нет. Единственное, что вот пару исключений, о которых я сказал ранее. Надеюсь, вы теперь сможете сами ставить такой диагноз. Например, обнаружите у кого-то из родственников. Напишите в комментариях, если вы знаете таких людей, у которых есть сиборейные кератомы. А я с вами прощаюсь. Будьте все здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова